Всем привет! Смотрите как подключить несколько мониторов к Mac. Как подключить второй или третий монитор и расширить экран вашего MacBook или Mac mini. Подключение дополнительного монитора позволяет расширить функционал вашего мака. Он может понадобиться при работе с графикой, монтаже видео, программировании и других задачах, требующих дополнительного места на рабочем столе, так как это значительно упрощает работу при использовании нескольких программ одновременно. Далее в видео мы рассмотрим какие кабели, адаптеры и док-станции вам понадобятся и какие могут возникнуть трудности и проблемы при подключении нескольких дисплеев к Mac. Сперва нужно определить, какие из видеопортов есть на вашем Mac. Наличие портов поможет определить, какого типа и сколько внешних мониторов можно подключить. Со следующей таблицей вы сможете определить тип порта. Также существуют некоторые ограничения, которые не позволяют подключить несколько мониторов в зависимости от модели Mac. Для того чтобы проверить сколько внешних мониторов можно подключить к вашему Mac, кликните по значку Apple, об этом Mac, чип или процессор. К примеру, MacBook более высокого класса с чипами M1, M2, M3 Pro и Max поддерживает несколько внешних дисплеев, а большинство MacBook нижнего уровня, использующих стандартные процессоры M1, M2 или M3 не могут напрямую подключать более одного внешнего монитора. Это серьезные ограничения по сравнению с предыдущими поколениями ноутбуков на базе процессоров Intel, которые могли работать с двумя дисплеями при подключении к док-станции или концентратору. Следующие способы могут помочь обойти данные ограничения при подключении нескольких мониторов. Все же рекомендуется уточнить информацию в характеристиках устройства или в поддержке Apple. Если брать в общем, компьютеры Mac с процессором Apple M1 можно подключить один внешний дисплей. На Mac Mini с процессором M1 можно подключить второй дисплей к порту HDMI. К компьютеру Mac с портами Thunderbolt 3 можно подключить один дисплей к каждому из портов. К Mac с портом Mini DisplayPort можно подключить два дисплея. И прежде чем приступать к покупке и подключению дополнительного монитора нужно убедиться, что у вас есть необходимые кабеля, адаптеры или док-станция, а также поддерживается ли он вашем Mac. Наилучшим решением будет использование монитора с Type-C выходом. На сегодняшний день на рынке существует немалое количество мониторов, которые поддерживают подключение по кабелю USB Type-C. Проверьте, какие из выходов доступны на вашем мониторе. Обычно они расположены на задней панели. Это поможет определить, какие кабели и адаптеры вам понадобятся для подключения. Все модели Mac начиная с 2018 года обычно оснащены USB-C портами. Что касается мониторов, то самыми популярными портами считаются HDMI. Также одним из дополнительных портов может быть DisplayPort, DVI или VGA. А на более современных моделях уже встречаются порты USB-C. Если на вашем мониторе есть такой порт, проблем с подключением возникнуть не должно. Просто соедините USB Type-C кабелем Display и Mac. Таким образом вы получите дополнительный дисплей. После в настройках экрана вы увидите два монитора. Если данного порта нет, вам понадобится специальный переходник с USB-C HDMI или же док-станция с портами для подключения дисплея. Существует большое количество адаптеров и док-станций, которые помогут подключить дополнительный экран к Mac. Для примера рассмотрим, какие они бывают. Адаптер USB Type-C to HDMI. Он подойдет для подключения монитора с HDMI портом к Mac Type-C. Адаптер Thunderbolt 3 или USB-C to DisplayPort. Используется для подключения мониторов с выходом DisplayPort. Mini DisplayPort to HDMI. Для подключения мониторов с HDMI портом и Mac с выходом Mini DisplayPort. Также есть различные хабы и док-станции, которые подключаются по USB 3 или Type-C к Mac. На таких хабах можно увидеть порты USB, сетевой порт RJ45, HDMI, аудиовыход, VGA и дополнительные USB и Type-C порты. При выборе адаптера, хаба или док-станции, вы должны учитывать несколько важных моментов. Во-первых, убедитесь, что устройство поддерживает нужное вам количество мониторов и разрешение экрана. Некоторые док-станции могут поддерживать только один дополнительный монитор или имеют ограничения по разрешению, например, только в Full HD или 4K. Во-вторых, обратите внимание на типы портов. Разные мониторы могут требовать разные типы подключения, такие как HDMI, DisplayPort, USB Type-C или Thunderbolt. Убедитесь, что ваш адаптер или док-станция имеют соответствующие порты. В-третьих, проверьте, обеспечит ли выбранное устройство достаточную пропускную способность для ваших задач. Это особенно важно при работе с видео с высокой четкостью или требовательными графическими приложениями. И, наконец, убедитесь, что ваш адаптер, хаб или док-станция совместим с вашим МАК и операционной системой. Некоторые устройства могут требовать установки дополнительных драйверов или программного обеспечения. Такие док-станции помогут обойти ограничение количества подключаемых мониторов. Также нужно учитывать, что при подключении более одного монитора необходимо использовать док-станцию с дополнительным питанием. Это важно, так как несколько мониторов могут потреблять больше энергии, чем ваш МАК способен предоставить через свои порты. Дополнительное питание гарантирует стабильное и надежное подключение всех мониторов, предотвращая возможные перебои в работе и обеспечивать наилучшую производительность. Итак, с кабелями, адаптерами и док-станциями мы разобрались и определились, какие именно нужны, чтобы подключить второй монитор. Далее идет этап подключения. Здесь все просто, нужно лишь соединить второй монитор с МАКом. Подключить один конец кабеля к МАК или переходнику, а второй к монитору. Если это переходник или док-станция, подключите их к Thunderbolt 3. Далее система автоматически определит подключенные мониторы. Если МАК включен, экраны могут мигать при первой настройке. После чего вы увидите изображение на обоих дисплеях. Для дополнительных настроек экрана откройте системные настройки Display. Как видите, система отображает все дополнительные мониторы. Здесь вы сможете настроить разрешение, а также изменить их расположение, установить с какой стороны от основного будет находиться дополнительный монитор. Нажмите расстановка и здесь перетащите, в какой части будет находиться дополнительный экран. Справа, слева, вверху или внизу. Готово. Белая панель вверху показывает, какой из мониторов будет использоваться для отображения меню и диалоговых окон по умолчанию. Теперь вы расширили свой рабочий стол, что позволяет плавно перемещать курсор между экранами. Чтобы перенести окно программы на дополнительный экран, просто потяните его в соответствующую сторону. Как видите, здесь все просто. Также в этом меню вы сможете настроить разрешение и частоту обновления для каждого монитора, а также выбрать цветовой профиль для каждого из них, чтобы обеспечить точное воспроизводение цветов. А сейчас рассмотрим проблемы, которые могут возникнуть при подключении. Если Mac не распознает один из мониторов попробовать отключить и снова подключить кабель, убедитесь, что все соединения плотные и кабель хорошо сидит в гнезде. Если разрешение монитора не соответствует ожиданиям, убедитесь, что используемые кабели и адаптеры поддерживают нужное разрешение. Иногда для устранения проблем с изображением достаточно просто перезагрузить Mac. Зачастую это помогает решить проблемы с подключением мониторов. Если вам нужно подключить несколько мониторов помимо основного, при подключении могут возникнуть некоторые трудности. Как я уже упоминал в начале видео, все модели Mac имеют некоторые ограничения в подключении дополнительных мониторов. Информацию о поддержке вашего устройства можно найти в официальной документации Apple или на сайте поддержки. Для обхода ограничений используются специальные USB-C хабы или док-станции с поддержкой функции Display Link или Silicon Motion. Убедитесь, что ваша конкретная модель Mac поддерживает необходимое количество внешних дисплеев. Для подключения третьего и четвертого мониторов вам могут понадобиться дополнительные адаптеры USB-C хабы. Док-станции с поддержкой функцией Display Link или Silicon Motion позволяют обойти ограничение количества подключаемых мониторов. При выборе док-станции обратите внимание поддерживает ли он данную опцию. Далее скачайте с интернета Display Link Manager и установите драйвер на ваш Mac. В процессе установки нужно добавить разрешение на запись экрана в настройках системы. Для этого откройте «Системные настройки», «Конфиденциальность», «Запись экрана». После установки и активации разрешения вам станут доступны функции драйвера и третий монитор должен появиться в дисках. Здесь вы также сможете настроить расположение и другие параметры. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. Итак, теперь вы знаете как подключить два монитора к вашему Mac и настройки их для максимально удобной работы. Что касается драйверов DisplayLink, InstantView, они отлично подходят для добавления нескольких мониторов к компьютерам Mac M1, M2 и M3. Но есть один нюанс. Некоторый защищенный контент в потоковых приложениях может не воспроизводиться. Видео не отображается, воспроизводится только звук. Все зависит от того, как macOS взаимодействует с драйвером. Как только подключается один экран с поддержкой DisplayLink, защищенный контент становится недоступным на всех экранах. Это связано с тем, что поток платформы используют технологию защиты цифрового контента. Поскольку DisplayLink и InstantView требуют добавить разрешение на запись экрана, включается защита. Поскольку система думает, что идет попытка записи контента, а не просто отображение его на экране. При покупке подобных устройств это следует учитывать. А на этом все. Надеюсь данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok